Здравствуйте! В эфире экономическое обозрение. В еженедельной программе мы анализируем новости и события из экономической жизни страны и региона. Сегодня в центре нашего внимания оказались следующие темы. Ставка рефинансирования вновь снижается. 14 июня она потеряет еще один пункт и составит 13% годовых. Пакет документов об упрощении условий ведения бизнеса вскоре могут внести на рассмотрение президента. В Беларуси, чтобы купить валюту, больше не нужен паспорт. На территории СЭС Гомель-Ратон появятся новые производственные площади. Построят еще один технопарк. Речь идет, по сути, о 19 тысячах квадратных метров площадей. А теперь обо всем подробнее. Ставка рефинансирования в Беларуси с 14 июня снижается с 14 до 13% годовых. Это решение принято с учетом положительных тенденций в экономике, повышения ее внешней устойчивости, укрепления стабильности в денежно-кредитной сфере. Сохраняется тенденция замедления инфляции более значительными темпами, чем ожидалось. Планируется, что в ближайшие месяцы прирост потребительских цен сохранится на уровне чуть выше 6% в годовом выражении. К другим новостям. В Беларуси готовятся изменения в отношении налога на недвижимость. Передает Белта. Большинство предложений направлено на создание более благоприятной бизнес-среды. Специалисты отмечают, что в последние годы правительство нацелено на поддержание стабильности налогового законодательства. Кстати, пакет документов об упрощении условий ведения бизнеса вскоре могут внести на рассмотрение президента, пишет Белта. Общественное обсуждение, в результате которого поступило более полутысячи предложений, уже завершено. Сейчас они все еще продолжают обрабатываться. Напомню, пакет нормативных правовых актов был вынесен на общественное обсуждение в апреле. Свои предложения и замечания вносили как простые граждане, так и бизнесмены. Много предложений поступило от юридического сообщества. Основные изменения в декрете предполагают упрощение процедуры открытия бизнеса и ведения своего дела. Например, чтобы открыть кафе, предпринимателю будет достаточно уведомить об этом местные органы власти. При этом бизнесмен гарантирует, что будет соблюдать все необходимые требования, а их перечень предполагается минимизировать. Такую задачу поставил глава государства. В продолжении темы развития бизнеса в Беларуси. На территории СЭС Гомель-Ратон появятся новые производственные площади. По сути, построят еще один технопарк. Работа будет вестись при поддержке инновационного фонда Гомельского облсполкома. Планируется задействовать свободные площади завода Коралл. В результате, в том числе и плоды инновационных разработок резидентов существующего технопарка, можно будет внедрять на практике. Так, специалистам, которые работают в сфере высоких технологий, будет проще конкурировать на белорусском и зарубежном рынке IT-услуг. Что представляет технопарк сегодня? На какие рынки работает? Где ищет свои интеллектуальные ресурсы? Об этом и многом другом я поговорила с его директором Дмитрием Морозовым. Технопарку чуть более двух лет, поэтому можно сказать, что мы сами еще находимся в процессе становления. И ряд наших резидентов находится в режиме так называемых стартап-проектов. На сегодняшний день технопарк – это почти два десятка компаний-резидентов, индивидуальных предпринимателей. Численность работников уже достигла около 300 человек. Как всегда, нам особенно приятно, когда мы видим динамично растущие компании. Есть ряд примеров. Некоторые компании пришли 30 человек, сейчас их уже почти 100 человек. Но особенно радует, когда к нам приходит один человек, будь то выпускник университета или индивидуальный предприниматель с какой-то интересной мыслью или идеей. И буквально через несколько месяцев его команда уже насчитывает более десятка человек. Конечно, в масштабах экономики области это не столь значимые, не столь, может быть, такие ощутимые результаты. Но мы прекрасно понимаем, что идея создания технопарка в этом и была. Дать возможность молодым креативным людям реализовать себя именно здесь, в Гомеле, в Беларуси. И технопарк, по сути, для этого и создан. Технопарк – это та площадка, куда может прийти любой человек, у которого, как я говорю, горят глаза, есть идеи, есть интересные инновационные какие-то решения, где он может их реализовать и воплотить с меньшим риском и с наибольшим комфортом. Наши офисы представляют собой помещение офисного и лабораторного типа. Это, по сути, такой стартовый инкубатор. И на сегодняшний день мы видим необходимость уже создавать такие площадки, где могли бы компании, которые в том числе выросли и у нас, развиваться. И такой проект уже начал реализовываться. Его инициировала администрация свободной экономической зоны Гомель-Ратон. Ее дочернее предприятие – Агентство развития и содействия инвестициям. На пустующих площадях бывшего предприятия «Коралл» начали строить, по сути, второй технопарк, где уже будут большие площади, на них можно будет размещать и производственные какие-то фирмы, компании с высокотехнологичными какими-то проектами. Кроме того, насколько мне известно, там планируется создать центр прототипирования, ну или так называемый «Фаблаб», где могли бы на хорошем высокоточном оборудовании создавать какие-то опытные модели, опытные образцы и так далее. Речь идет, по сути, о 19 тысячах квадратных метров площадей. Два модуля уже реконструируются, еще три модуля ищут своего инвестора. Одним словом, планы по развитию есть, они достаточно реальны, и этим надо и будем заниматься. В Гомельском технопарке сейчас работают около 20 компаний. В их составе приблизительно 300 специалистов. Темп роста экспорта в прошлом году по сравнению с 2015 достиг почти 240%. Свои услуги резиденты экспортируют почти в полтора десятка стран. Около 60% выручки поступает именно от внешнеэкономической деятельности. К другим новостям. Чтобы купить валюту, больше не нужен паспорт. Это изменение касается физических лиц. Решение принято по инициативе Нацбанка с учетом стабильной ситуации на внутреннем валютном рынке. То есть балансированности спроса и предложения. Но все же для тех, кто будет приобретать крупные суммы валюты, сохраняется требование по идентификации личности. Сейчас это сумма операций, которая начинается от тысячи базовых величин. 23 тысяч рублей. Напомню, что в Беларуси ввели покупку валюты физлицами по паспорту в 2011 году. До этого в нашей стране раньше уже вводили механизм продажи наличной валюты с подтверждением личности. С 1997 года до начала 2006. Это делали из-за падения курса белорусского рубля. Отменили покупку валюты по паспорту из-за стабилизации на валютном рынке. Кстати, по мнению финансовых экспертов, физлиц в будущем планируют допустить к валютным торгам на бирже. Ограничения на открытие счетов для населения за границей будут сняты. И последняя новость этого выпуска. В Гомельской области с начала года построено около 200 тысяч квадратных метров жилья. Это более половины от годового задания. Не исключено, что по итогам полугодия оно будет выполнено на 65%. Наиболее активные темпы строительства жилья демонстрируют 10 районов. В том числе Будокошелевский, Жлобинский, Петриковский, Добружский, Светлогорский, Мозырский и Гомель. Всего в этом году в области запланировано построить около 390 квадратных метров жилья. В Гомельской области идет интенсивное строительство коммерческого жилья. На рынке города Гомеля, Гомельского района есть разнообразные предложения для любых категорий граждан. Непосредственно у нас в городе Гомели есть предложения в 18 микрорайоне, в 19 микрорайоне, в Шведской горке. Есть также еще предложения в поселке Чонки, в поселке Юбилейном. Цена за один квадратный метр начинается от 781 рубля до 990 рублей за один квадратный метр. Напомню, что в областном УКСИ действует единый центр продаж квартир. Здесь собрана вся необходимая информация о квартирах, которые можно купить в Гомеле и районе. За полгода существования центра сюда обратились более 500 человек. Обратившись в центр к нам, мы даем информацию не только по стоимости квадратного метра, мы ознакомливаем, в каком районе расположена эта квартира, показываем планировку, рассказываем непосредственно, как происходит процесс заключения договора и все остальное. Люди зачастую не знают, куда идти, что делать, есть ли какие-то квартиры и как это работает на сегодняшний день, потому что в основном сейчас идет предложение коммерческого строительства. И мы ведем именно сейчас в основном пояснительную работу. Всю информацию можно получить в едином центре продаж квартир по номеру телефона в Гомеле 8-232-75-52-67 или по мобильному плюс 375-44-505-66-53, а также непосредственно в УКСИ, который находится на улице Белецкого, 7. На этом у меня все, встретимся через неделю.